Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ёлочка гори. В Сочи подвели итоги уходящего года и наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. В Сочи с нового года изменится стоимость проезда на некоторых маршрутах. На курорте, как и в других городах России, появилось два варианта тарификации. Комфортная городская среда Сочи расширяет свои горизонты. Сегодня в микрорайоне Светлана открыли новый детско-спортивный комплекс. Пенсия дойдет до всех и даже раньше срока. Авансирование выплат начнется в крае с 3 января. Итоги года волонтера сегодня подвел Владимир Путин вместе с представителями добровольческого движения. В Москве президент провел заключительное в этом году заседание госсовета. Встреча прошла в необычном формате. Кроме руководителей федеральной и региональной власти, на нее были приглашены волонтеры и представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Основной вопрос заседания – итоги года волонтера. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского краевения Мин Кондратьев. Несмотря на то, что год под эгидой добрых дел подходит к своему завершению, поддержка добровольческих объединений будет продолжена в том же темпе, отметил президент. Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками. И, как уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство, кстати говоря, подготовило, уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года. На федеральном уровне, на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработан агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд. И я очень прошу своих коллег из регионов, глав регионов, вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов. Президент России также поручил поддерживать открытие волонтерских центров в регионах. На Кубани такая работа уже ведется. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, план по развитию волонтерского движения в регионе формируется ежегодно. Всего в нашем крае около 27 тысяч добровольцев. Они оказывают помощь пожилым людям, участвуют в спасательных работах и ищут пропавших людей. Модернизация системы здравоохранения, повышение зарплат бюджетникам и строительство новых школ. В Краснодаре Вениамин Кондратьев провел итоговое совещание органов исполнительной власти. Губернатор озвучил результаты работы за год и обозначил приоритетные задачи на будущее. К реализации проектов готов и бюджет края. Наши краснодарские коллеги расскажут обо всем в деталях. Современные экономические условия диктуют новые подходы к развитию территории. Кубань, уверен губернатор, готова к прорыву. Он возможен на основе того, что уже сделано и на правильно расставленных приоритетах в будущем. Важную роль в достижении цели, конечно, играет финансовая устойчивость региона. Этот год был для нас экономически успешным. Безусловно. Бюджет этого года 265 миллиардов. Мы перед собой ставили планку ниже. Но давайте учитывать, что в 2015 году бюджет был 190 миллиардов. Несложно посчитать, что на 75 миллиардов мы приросли. Коллеги, в рамках сегодняшних экономических условий. Это, конечно, результат всех сидящих в этом зале в первую очередь, коллеги. Могу сказать одно, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Коллеги, это мы. Имеются в виду органы управления, власть. Но достигнуть тех целей, которые перед нами поставили жители края, еще раз подчеркну. Друзья, еще много-много нужно сделать. Много. Не просто активно, а результативно потрудиться. Совещание об итогах работы органов исполнительной власти. Это не только доклады о том, что уже сделано. По сути, сегодня Вениамин Кондратьев озвучил программу развития региона на ближайшее будущее. Основные акценты на социальной сфере. Сохранится курс на новые школы и детские сады. В этом году мы построили 10 школ, 5 открыли 1 сентября, 5 оснащаются и примут детей в новом учебном году. Удалось создать 8740 мест. Это на 240 больше, чем мы планировали. Приоритеты и модернизация системы здравоохранения. Ориентир здесь на самые высокие стандарты. На развитие здравоохранения в следующем году уходит у нас 48 миллиардов рублей. 48 – это беспрецедентная цифра за последние 20 лет развития нашего края. Даже в пропорциональных соотношениях. 48 миллиардов на модернизацию медицинского оборудования, что само по себе уже давно назрел. Поэтому это приоритетное было решение. Это будет очень весомый шаг, чтобы наше здравоохранение, притом в муниципальных образованиях самое главное, стало приближаться к современным уровням оказания медицинских услуг. Главное, чтобы не снижать объемы финансирования. Вот не снижать, а только наращивать. Еще одна важная тема – контроль за тарифами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Губернатору периодически поступают жалобы от жителей региона на рост цен. Венимин Кондратьев требует пристально следить и не допускать необоснованных повышений. Стабильность у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве есть. Но главное не то, что ее сохранить, а максимально улучшить сегодня. Сохранить те тарифы, в том числе и коммунальные платежи, а особенно за вывоз бытовых отходов. Потому что люди говорят, что это разное. Никаких повышений могут быть, понятно, с размерной дексацией и тому подобное повышение. Но не глобальное. Отдельно глава региона остановился на Краснодаре. Облик краевой столицы во многом зависит от того, какой будет застройка города. И здесь необходимы прозрачный подход к нормативной документации и грамотное освоение территорий. Подобные принципы должны лежать в основе каждого города и района Кубани. Есть очевидные вещи, которые нельзя нарушать и трогать. Сложилась уже такая застройка по высотности. Давайте не будем трогать, лезть и не будем. Есть у нас комплексная застройка. И будьте добры ее выполнять. Никакой точечной, никогда близко не будет. Поэтому всю документальную правовую базу вы подготовьте. Мне нужен четкий правовой механизм, четкое правовое поле, которое никто никогда не измеет. Поэтому до конца года следующего, я надеюсь, геймплан будет. Оставьте после себя на самом деле то, что мы взяли и должны передать последующим поколениям. Все озвученные сегодня задачи. Это основа для рывка. В поставленных целях четко прослеживается уход от сырьевой экономики в сторону переработки, сохранение социальных гарантий населению и улучшение качества жизни на селе. И, пожалуй, главный показатель того, что все идет по намеченному плану – повышение среднемесячного уровня зарплат в крае на 10%. Как в подтверждение этому, увеличился и объем розничной торговли, который напрямую отражает покупательную способность жителей региона. В Краевой столице завершился большой новогодний благотворительный телемарафон «Край добра». Цель мероприятия одна – собрать средства на лечение тяжелобольных детей подопечных фонда. Почти семь часов непрерывного эфира, десятки судеб и истории. Детский смех, слезы счастья и слова благодарности. Были и неожиданные сюрпризы, и долгожданные подарки, и жизненно важные сертификаты на оказание необходимой помощи. Благотворительного марафона такого масштаба и в таком формате в Краснодарском крае еще не проводили никогда. И ни разу, отмечают организаторы, не было такого отклика зрителей и радиослушателей. У маленькой Адель Байрамовой широкая улыбка и такие ясные глаза, как будто в ее жизни и не было 19 курсов химиотерапии и нескольких тяжелых операций на позвоночнике. Благодаря врачам, фонду «Край добра», семье и воле самой девочки, онкологии удалось победить, но Адель до сих пор не ходит и вынуждена передвигаться в коляске. Для восстановления опорно-двигательного аппарата ей необходимо специализированное дорогостоящее инвалидное кресло. Но таких денег у родителей просто нет. Его цена – 250 тысяч рублей. Вот сейчас мы тоже получили сертификат на получение индивидуальной коляски. После консультации реабилитологов, после осмотра и их консультации, они нам порекомендовали приобрести именно ту коляску, которая ей нужна. На призыв о помощи откликнулся Борис Юнанов. Именно он и помог приобрести то самое кресло. Я считаю, что человеку, у которого есть возможность помогать, он должен это делать. На мой взгляд, благотворительность – это не призвание какое-то, а дело для каждого человека по мере своих возможностей. Потому что нельзя смотреть со стороны. И таких счастливых историй сегодня было очень много. Вообще, площадка марафона больше напоминала детский утренник. Новогодние ели, конфеты, игрушки, стихи и Дедушка Мороз, который дарит подарки. Что ты в Новый год хочешь получить от Деда Мороза? Вот так, по секрету только. Я хочу получить лего «Черные драконы». Нападение на эльфов. Одним из первых гостей марафона стала вице-губернатор Анна Менькова. Куратор соцблока отметила важность таких акций. Государство не может оплатить лечение всем нуждающимся детям из фонда обязательного медицинского страхования. И тогда на помощь должны прийти благотворители. Администрация Краснодарского края давно поддерживает краевой фонд «Край добра». И совершенно очевидно, что сегодня это единственная возможность, единственный шанс у огромного количества семей приобрести счастье, получить здорового ребенка, излечиться от тяжелого недуга. И я очень надеюсь, что сегодня в этой замечательной студии, очень красивой, будет очень много меценатов, будет много людей, которые понимают значение вообще слова «благотворительность», понимают значение слова «добро», для которых это не просто пустой звук, а для которых это смысл их жизни. И я очень бы хотелось, чтобы действительно Краснодарский край был краем добра во всех смыслах. Сегодня в новогодней студии были мальчики и девочки, которым уже помогли. Многие из них – герои сюжетов «Кубань-24». Они хорошо знакомы нашим телезрителям, а вот те, благодаря которым люди идут на поправку, знакомы немногим. Меценаты хоть и не волшебники, но стараются исполнить главное желание больных ребят – приблизиться к своей мечте и выздороветь. Честно говоря, хочется помочь всем, вообще всем на свете, всему миру, всем деткам, которые нуждаются. В этом году Краснодарское отделение Сбербанка отказалось от традиционных презентов. Они предложили своим партнерам все средства, которые предназначались на новогодние сувениры и подарки, перевести для больных детей в благотворительный фонд. Есть те, кто уже откликнулся. Безусловно, наши дети все загадывают желания под Новый год. Они очень разные, эти желания. И игрушки, и книжки, и даже гаджеты. Но самое главное желание у детей больных – это выздороветь. И вот сегодня мы идем все вместе, всем краем добра, на пути к этому выздоровлению. Потому что наши благотворители оказывают адресную помощь детям, семьям. Это настоящая история про то, что у человеческого сердца не должно быть преград. У сердца должны быть чувства эмоции. А эмоции сегодня действительно били через край. Искренние слова благодарности, улыбки и надежда. За сегодняшний телемарафон удалось собрать около 10 миллионов рублей. Подопечные фонда ждут вашей помощи и поддержки не только на Новый год. Сделать доброе дело очень просто. Нужно лишь отправить короткое СМС со словом «Счастье» на номер 7715 через пробел, указав любую сумму. А можно зайти на сайт благотворительного фонда и нажать на кнопку в виде сердца. Главное помнить – даже самое небольшое пожертвование может спасти жизнь. Если можешь, помоги, если можешь согреть, отогрей, если можешь сберечь, сбереги, среди тысячи дней и ночей. Инна Чайка, Алина Сорокина и Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЭВЕЛИН БОЛЕРО В Сочи подвели итоги уходящего года и наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Мероприятие прошло в Зимнем театре. В фойе Зимнего театра самая настоящая новогодняя сказка. Тут и символы уходящего года и нового. Красивые фото зоны с живым снеговиком, где каждый сделал фото на память. Мы создаем себе настроение. Мы должны любить друг друга и желать любви друг другу всем окружающим. Я в новогоднюю ночь хочу всем пожелать мира, счастья, добра и любви. Чувствуется, да, приближение нового года, уже настроение сказочное, мечты должны сбыться в следующем году. И мы очень рады, что мы сюда попали. Смена обстановки, тем более такое место, как Зимний театр. Очень красивое место. Мы очень рады, что нас пригласили. А сочинцам и на самом деле есть чему радоваться, отмечает в своем выступлении глава города Анатолий Пахомов. Потому что они создали город-праздник. Сейчас еще и с новогодним оформлением и подсветкой. Лучших в оформлении руководителей парков развлечений, домов культуры, банков, кафе, поликлиник и магазинов сегодня наградили грамотами. Но свою личную оценку глава города поставит завтра, накануне Нового года. Оценку работы главам районов и начальникам управления по новогоднему оформлению я дам завтра. После того, как сам все это увижу. Поэтому у каждого есть еще возможность доделать. Среди районов, в самом ярко украшенном, жюри признала центральная. На втором месте Лазаревский, на третьем – Адлер и Хоста. Говорили сегодня о том, сколько труда сочинцы вкладывают, чтобы наш город стал безусловным лидером курортной индустрии Краснодарского края. В этом году он принял 6 миллионов гостей. В 2018-м на курорте событийных мероприятий прошло в три раза больше, чем в 2017-м, что привлекает на курорт дополнительных туристов. У сочинцев есть мотивация к патриотизму. Они очень любят город. У сочинцев есть мотивация к гостеприимству, потому что они радуются гостям. И поэтому они замечательные люди. И эти замечательные люди заслужили и похвальбы, и, конечно, замечательного Нового года. И, конечно, я желаю сочинцам, чтобы все их мечты сбылись, чтобы они не болели, чтобы они были здоровы, занимались спортом и были счастливы. В Сочи модернизируют городскую среду, развивается социальная инфраструктура, построена новая школа в Совет Кваджи, новый корпус школы в Веселом, детский сад в ЛАО. Обустроено 48 новых спортивных и детских площадок. Выполнены работы по благоустройству 10 общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Более 130 сочинских семей переедут в Новый год из аварийного жилья в новые квартиры. Открыт новый перинатальный центр, поликлиника для жителей Светланы, два офиса врача общей практики в селах Измайловка и Краевско-Армянская. В перспективе строительства пристроек к детским садам, школ на Мамайке и Красной Поляне, модернизации водопроводных сетей. В Сочи вошел в федеральную программу «Чистая вода». В ее рамках будут заменены старые коммунальные сети. Задача одна – улучшить условия жизни сочинцев и оставаться лучшим курортом для гостей. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Хостинском районе Сочи открыли детско-спортивный комплекс. Жители микрорайона Светлана в преддверии Нового года получили долгожданный подарок. Построить площадку на Лысой горе удалось благодаря спонсорским средствам и активности самих жителей. Подробности у Татьяны Говорковой. Сегодняшнее утро у жителей верхней части микрорайона Светлана было шумным и праздничным. Несмотря на погоду, на новой площадке собрались десятки людей. Открытие этого комплекса ждали давно. Работы по очистке территории начались еще в прошлом году. Анатолий Пахомов во время одного из своих обходов по микрорайону Светлана предложил построить на этом месте площадку. Идею с радостью поддержали местные жители. Ведь своей зоны отдыха в этом районе не было. Здесь были развалины вековые, а детям действительно негде. Выходишь сразу трасса. И вот никуда, только в центр. Поэтому это такое счастье, что сделали эту площадку. Я переживала, что здесь будет стоянка машин. Нет, все-таки площадка. Здорово. Основание площадки было построено еще в прошлом году. Тогда же залили подпорную стену. Строительство велось на спонсорские средства и благодаря поддержке депутата ЗСК Александра Руднева. Все остальное возвелось стахановскими темпами. За две ночи строители сделали покрытие и поставили игровые комплексы. Конечно, здесь работы по благоустройству еще запланированы. Еще дорога, но это уже на следующий год. Насколько я знаю, будут помогать уже депутаты городского собрания Сочи. Опорная стена, в принципе, уже полностью сформирована. Конечно, это самая дорогостоящая часть была. Эта площадка стала подарком для жителей всего Верха Светланы. А это как минимум 20 тысяч человек. Всего в Сочи за этот год появилось 47 зон для досуга. Эта площадка – это вклад наших предпринимателей. Но вклад даже не в спортивную площадку, а вклад в будущее, инвестиции в будущее. Потому что это вклад в развитие наших деток. Мы планируем также в год строить 4 сквера со спортивными площадками и 12 дворовых территорий, где обязательно предусматривается строительство либо детской площадки, либо спортивной площадки. По программе «Комфортная среда» также появились 4 парка, набережная. А завтра состоится торжественное открытие сквера на КСМ. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи с Нового года изменится стоимость проезда на некоторых маршрутах. Проезд подорожает с 10 января. Однако касается это только маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики. На таких маршрутах, их номера вы сейчас видите на экране, стоимость оплаты за проезд увеличится на 4 рубля и составит 26 рублей. Как пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев, на маршрутах по регулируемому тарифу, то есть от МУП «Сочи Автотранс», стоимость проезда останется прежней – 22 рубля. В связи с окончанием срока действия договоров с перевозчиками и вступлением в силу 220-го федерального закона о пассажирских перевозках в Сочи, как и в других городах России, появилось два варианта тарификации. Первый тариф устанавливает администрация, второй – сами перевозчики, пояснил Усачев. Напомню, что с Нового года некоторые пригородные маршруты станут многотарифными городскими. Это делается в первую очередь для того, чтобы пенсионеры смогли доехать до дальних точек города бесплатно по проездным билетам. Стоимость проезда на определенных маршрутах подорожает. Детальная информация по тарифам будет размещена в салонах автобусов. На пригородных маршрутах по регулируемому тарифу стоимость рассчитывается по действующим тарифам – 1,81 рубля и 2,86 рубля за пассажира километр в зависимости от автопредприятия. На маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда определяет сам перевозчик. В целом, с 1 января в Сочи заработает новая схема маршрутной сети города. Задача – улучшить качество услуг. Дело в том, что нынешняя была сформирована к Олимпиаде и на сегодняшний день требует реорганизации и оптимизации. Необходимо в первую очередь сократить дублирующие маршруты, заменить подвижной состав на более вместительный, то есть уйти с автобусов малой вместимости, а их на сегодняшний день более 60% от общего количества подвижного состава. И, собственно, мы видим, что интервал достаточно небольшой этих автобусов, и они друг за другом ездят по уличной дорожной сети, тем самым перегружая уличную сеть. Например, новая маршрутная сеть подразумевает под собой пересадку пассажиров бесплатно. То есть, если он едет с одного микрорайона в другой, и он заплатит один раз. Сегодня маршрутная сеть курорта состоит из 147 муниципальных маршрутов. На линии ежедневно работает 889 автобусов. В Сочи перед судом предстанет инженер муниципальной компании «Водосток». Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть 7-летнего мальчика. Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации «Водостока». Напомню, 3 августа в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в открытую наполненную дождевой водой канаву и погиб. По данным следствия, исправность технического состояния ливневой канализации специалистами «Водостока» не проверялась целый год. Поэтому отсутствие ограждения и решетки выявлены не были, так как на место для осмотра конструкции специалисты не выезжали. Все это и привело к гибели ребенка. Уголовное дело направлено в суд. Напомню, дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности было заведено и в отношении владельца гостевого дома, в котором мальчик отдыхал с бабушкой и возле которого и провалился в канаву. По данным следствия, обвиняемый, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями. Суд Лазаревского района Сочи уголовное дело закрыл в связи с достижением договоренности о выплате потерпевшей стороне 150 тысяч рублей. На российско-абхазской границе задержаны пять машин с тайниками. На таможенном посту «Адлер» таможенники обнаружили более двух тысяч пачек сигарет. В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе возросло количество фактов незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза. С начала декабря по данному факту возбуждено 28 дел об административных правонарушениях. Так, за последнюю неделю только в течение одного дня таможенники совместно с пограничниками задержали пять легковых автомобилей, следующих из Абхазии в Россию, с незаконными партиями сигарет, которые были спрятаны в том числе в заднем колесе автомобиля и внутри спинок сидений. Всего было найдено 210 блоков сигарет различных марок. Купленный в Абхазии табак нарушители планировали реализовать в России. На товар автомобиля наложен арест. В отношении граждан возбуждены 10 дел об административных правонарушениях. В целом же с начала 2018 года по данному факту сочинской таможни возбуждено 209 дел об административных правонарушениях и одно уголовное. Табачная продукция изъята на сумму более 1 миллиона рублей. Штрафов начислено на сумму порядка 218 тысяч. В связи с предстоящими новогодними праздниками на Кубани изменится график доставки пенсии. Краевое отделение Пенсионного фонда России вводит авансирование выплаты пенсии и других социальных выплат. Итак, 3 января доставят пенсии за 3-4 января, 4 января за 5-6, а 5 января доставку пенсии организуют за 7 января. График выплаты пенсии через банки не изменится. В Пенсионном фонде по краю добавили, что в настоящее время на Кубани проживает свыше 1 миллиона 600 тысяч получателей пенсии. Из них 40% получают пенсию на почтамте. Напомню, что с 1 января изменятся страховые пенсии неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла – 87 рублей и 24 копейки. Ровные места в Сочи для проживания. Этот запрос в интернете вошел в список самых странных поисковых запросов года. Команда поисковой системы Яндекс назвала самые необычные поисковые запросы, сделанные российскими пользователями в 2018 году. Все запросы приводятся в том виде, в каком были заданы. В списке самых популярных, например, «Нога Акинфеева. Обои», «Зинаид Зидан», фильмы, мотивирующие на уборку, «Мстители. Война без конечностей». Также пользователи интересовало, как отомстить мужчине рыбе, и ровно 4 – это сколько. Много запросов из числа самых необычных касались домашних животных. Россияне спрашивали всемирную паутину. Как правильно вести Инстаграм кота? Зачем человеку кот? Как вывести кота из Севастополя в Париж? Как вернуть себе расположение кота? Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось? Купили щенка, что дальше? Как развеселить самую грустную собаку? И почему собака несерьезная? В список попал и наш город. Российские пользователи в 2018 году искали ровные места в Сочи для проживания. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok